Продолжение следует... Огромное количество изотипов, больше двух сотен, и надо сказать, что вы их можете увидеть в небольшом количестве случаев, их много, но они часто бывают редкими. Именно поэтому новая классификация у нас сейчас доступна. Надо сказать, что у нас есть большое количество доброкачественных мезорхимальных опухолей. Это приблизительно, это как минимум 100 к одному. И злокачественные опухоли составляют приблизительно 50 случаев на 1 миллион, и, соответственно, это меньше 1% всех злокачественных опухолей в Италии. Мы сталкиваемся с 2500 новыми случаями саркомы каждый год. И в новой классификации ВОЗ опухолей костей и мягких тканей, эта классификация ВОЗ была обновлена и опубликована в 2020 году в январе. Здесь фенотипичные синоназальные саркомы были добавлены, и рапдомиальные опухоли саркомы. Но надо сказать, что я был сам разочарован этой классификацией, потому что не все опухоли были включены, тем не менее. В эту новую классификацию существуют достаточно значимые изменения в этой классификации. С момента 2013 года некоторые заболевания перешли от гистотипа и стали отдельными заболеваниями, такие как фибромиксома, например. И некоторые из них стали новыми заболеваниями, отдельными заболеваниями. И самые важные изменения произошли, потому что мы получили новые генетические данные. Например, это атипичные виротеноклеточные опухоли и также фибропластные опухоли. И также CD34 положительные виротеноклеточные опухоли, поверхностные это новые, так скажем. Также анастоматические гемогеомы. И также воспалительные лиомиосаркомы были добавлены. И виротеноклеточные неоплазмы. Это, так скажем, новая возникающая категория, которая между среди адипоцитных опухолей, вы видите здесь список, как раз это полиморфные опухоли, это миксоидные липосаркомы. И то, что касается атипичных виротеноклеточных опухолей, они были опубликованы впервые в 1994 году, данные по этим опухолям. И надо сказать, что виротеноклеточные липосаркомы были описаны, поскольку здесь были наличные лимитастазы в этих случаях. И вы видите, что они не обладают высокой злокачественностью, и анатомическая дистрибуция, она достаточно широка. Как правило, это конечности, и голова и шея, и у них может быть подкожная, и более глубокая локализация. Они также связаны с пролиферацией атипичных клеток в миксоидную или коллагеновую строму, с вариабельностью некоторой, которая будет касаться клеточной локализации. И это могут быть липобласты, которые затронуты часто от липобласты, или может быть атипия клеточного ядра. Безусловно, они являются положительными по CDK4, но они также могут давать положительные результаты на ДСМИН и на С100, протеин С100 в 40% случаев. И надо сказать, что они никогда не обнаруживаются зачастую в этих случаях метастаза, и никто не умирает от самого заболевания. И рекуррентность локорегиональная рецидива достаточно в небольшом количестве случаев, в 13% возникают, и они очень похожи на атипичную лифоматоидную болезнь. И надо сказать, что миксоидная полиморфная липосаркома является очень редкой липосаркомой. Как правило, она поражает детей и подростков, и она начинает разрастаться из средостения. Она связана с синдромом Ли-Фраумини, это репинобластома, и очень часто возникает на американском континенте, очень агрессивная, с очень высоким уровнем рецидива и метастазирования в мягкие ткани, и также в ткани лёгкого и костей, и связана с очень плохой общей выживаемостью. Вот это миксоидная полиморфная липосаркома. Вы видите, что она также связана с транзицией, с переходом в полиморфные регионы, которые показывают нам атипичную цитологическую атипию и липобласты. Вот эта амплификация МДМ-2 позволяет нам дифференцировать липосаркому от высоко дифференцированной липосаркомы. И если мы с вами посмотрим на фибробластные и миофибробластные опухоли, у нас есть опять-таки новые опухоли здесь, потому что мы получили новые данные от генетики, вот это доброкачественная фибробластная опухоль, которая локализуется в дерме и в подкожном слое, в подкожной жировой клетчатке. И здесь у нас чаще возникают у женщин, и часто они не связаны с метастазированием, и метастазы могут возникнуть при неполной резекции. Вы видите, в каких генах происходит мутация, и вы видите, как она локализуется вокруг центральной, так скажем, зоны. Эта опухоль также отрицательна на CD34, SMA и CD31. Надо сказать, что она похожа, так скажем, на такие, либо на яйцеобразные формы, эти клетки, либо имеет нечёткие очертания. Вот посмотрите, на какие гены являются положительными, какие гены характеризуют это заболевание. То, что касается фибробластов и миофибробластных опухолей, у нас опять-таки здесь есть новое заболевание, которое является специфической положительной на CD34. Это фибробластная опухоль, которая локализуется в подкожной клетчатке, и, как правило, поражает нижние конечности. Это разрастающееся новое образование, которое не даёт никакого болевого синдрома, и, как правило, оно поражает взрослых среднего возраста. И прогноз достаточно хороший, с всего лишь одним случаем метастазирования. Надо сказать, что абсолютно все пациенты живут, и у них безрецидивная выживаемость очень высокая. Клетки этих клеток, они являются верительноеобразными или эпителеоидными, и, как правило, у них вот такое образование кластеров. Также они положительны по CD34 фибробластные опухоли, очень поверхностная локализация, и они могут быть положительными на ацетогерантин. Как правило, это ИИ1, ИИ3. У нас нет никаких молекулярных данных по данным опухолям, и мы не знаем, в каких генах происходит мутация. Единственное, что мы знаем, что они метастазируют в региональные лимфатические узлы, и на данный момент метастазирование не до конца изучено. И гигантоклеточные клетки опухоли, извините, мягких тканей, они на самом деле показывают нам разницу в генетических мутациях. На данный момент у нас нет мутации. У нас есть мутация в H3F3A, и надо сказать, что это могут быть опухоли разного вида. И анастомозные гемангиомы, они также доброкачественные. И вот вы видите, каким образом они выглядят. Это вертебральные мягкие ткани, которые, как правило, поражены. И вы можете это перепутать с ангиосаркомой при дифференциальной диагнозе. И, прежде всего, это солидная и воскулярная опухоль, по крайней мере, по внешнему виду. И затем клетки инфильтрируют во все окружающие ткани. Но при этом вы видите, что здесь всё-таки чёткие границы наблюдаются. И эти анастомозирующие гемангиомы имеют такие воскулярные каналы. И, как правило, они также затрагивают нормохромные эндотелиальные клетки. Вы видите также здесь эндотелиальные клетки, но без каких-либо признаков методической активности. И затем мы можем с вами также упомянуть опухоль гладкой мускулатуры. Это также новые абсолютно заболевания такие. Они похожи на воспалительные лиомиосаркомы. И также это может быть и биоассоциированная опухоль гладкой мускулатуры. Мускулатуры, извините, вот здесь вы видите, что здесь три мягких подтипа. Во-первых, это может быть ВИЧ-ассоциированная опухоль гладкой мускулатуры, которая ассоциируется с врождённым синдромом иммунодефицита. ВИЧ-ассоциированная СМТ, как правило, затрагивает ЦНС. И если мы посмотрим на СМТ, то оно также может поражать печень, трекание лёгкого и ЖКТ. Все они являются мультицентровыми и у них множественные варианты локализации. Их вид похож на другие опухоли мягких тканей тела, где бритнообразные клетки имеют изменение хроматина. Кроме того, у них имеется определённая методическая активность в диапазоне от 1 до 6 методов на 10 полей высокого увеличения. Естественно, для постановки диагноза необходимо показать наличие вируса Эпштейн-Бара, используя тесты Беррин-Ситу. И прогноз в основном зависит от состояния иммунной системы конкретного пациента. В основном эти опухоли не метастазируют. И воспалительная или миосаркома – это очень редкая злокачественная опухоль, которая состоит из вертинообразных глакомышечных клеток с наличием инфильтратов. В основном она поражает глубокий отдел мягких тканей, как чаще всего в нижней конечности туловища или ретроперитониума. В основном поражает взрослых с медианой возраста 35-40 лет. Относительное преобладание мужчин состоит из вертинообразных клеток с наличием лимфоцитов и макрофагов, с выраженной экспрессией положительной под эсмину, вариабельной экспрессией альфа-гладкомышечного актина. Данные наблюдения ограничены вследствие редкости заболеваний. Из 20 случаев с наблюдением только в 4 случаях наблюдались метастазы. И также новая категория – это вертинообразные опухоли с НТРК-перестройкой. И такие опухоли, естественно, их диагностика основана на молекулярных методах. И в основном опухоли низкодифференцированные являются агрессивными, с быстрым метастазированием в легкие другие органы. И было доказано, что соответствующие киназы рецепторов тиранокиназа на них может быть направлены на действие соответствующих таргетных препаратов. И, естественно, в диагностике, с одной стороны, находятся так называемые липофемроматолосподобные опухоли, которые состоят из мономорфных и лотинообразных клеток с нечеткой цитоплазмой и высокоинфлятивным паттермом. Другая подгруппа опухолей – это имеет паттерм солидного роста с униформными и одинаковыми левотеронозоклетками, с выраженными бандами, перевоскалерными кольцами, галлизированного коллагена. И многихистых химия показывает диффузную окраску S100 и на CD4. Также, и для того, чтобы поставить этот диагноз, вам нужно показать диффузную именно реактивность между ТПМ-3 и НТРК-1. И большое спасибо за ваше внимание.